Поговорим про делегирование. Есть такое понятие, как осознанное делегирование. То есть это когда сделал не ты своими руками, но ты четко знаешь, кто что и как сделал. То есть если правильно поставить задачу проконтролировать, то тогда будешь спокоен. Вообще есть еще неосознанное делегирование, то есть когда ты уже прокачал этот навык и просто поставил правильных людей на правильные позиции, тогда можешь быть спокоен, что все задачи будут выполнены за тебя, как будто ты сделал это сам. По сути, вы покупаете время других людей, это уже делегирование, это менеджмент, то есть менеджер это, так сказать, прослойка между клиентом и сотрудником. То есть, когда вы правильно делегируете, вы зарабатываете деньги менеджментом. По сути, делегирование это единственное спасение руководителя или собственника компании, чтобы заработать больше денег. То есть, снимаете себя часть нагрузки, вы освобождаете себе время, покупаете другие человека часы. Если вы взяли одного менеджера, то есть у вас в сутках уже не 24 часа, а 48, это плюс его время.